Губернатор Сергей Морозов встретился с ульяновскими студентами-медиками. Вместе с будущими работниками отрасли обсуждалось, каким должно быть региональное здравоохранение, чтобы отвечать как нужным пациентам, так и комфортной работе врачей и среднего медперсонала. Строятся новые учреждения, улучшается прием в поликлиниках, растет материальное обеспечение работников здравоохранения. Сегодня мы делаем все возможное, где-то даже и невозможное, для того, чтобы наши учреждения представляли людям качественные и своевременные услуги. Я практически ежедневно бываю в учреждении здравоохранения. Мы не только любопытствуем, что делается и как делается, но и одновременно принимаем решения для того, что появлялись совершенно новые реанимации, совершенно новые приемные отделения, совершенно новые появлялись автомобили и новые оборудования. Обсуждались, конечно же, не одни достижения, но и проблемные моменты. Кадровый голод – это общая беда для всей отечественной медицины, а не только для Ульяновской области. Особенно острое ощущается на селе. Студентка первого курса медицинского факультета Ульяновского государственного университета Анна Алимов знает об этом не понаслышке. В ВУЗ она поступила по целевому набору и готова отправиться после получения диплома в сельскую местность. Я считаю, что нужнее в селе, потому что сама живу за городом, и скорая помощь иногда едет к нам 40 минут, и врачи очень нужны в селе. И надеюсь, что мне тоже так же повезет. Везение, о котором говорит девушка, заключается в участии в программе «Земский доктор». Молодые специалисты, желающие перебраться в село, получают по ней миллион рублей на обзаведение жильем. На встречу губернатор вручил сертификаты новым участникам программы. Всего же в прошлом году «Земскими докторами» стало около 200 жителей городов Ульяновской области. В этом году желающих тоже много. Это внушает надежду, что проблема кадрового обеспечения будет решена. Решена уже скоро. Егор Титов, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда.